Hello! Сегодня мы с вами разберем некоторые направления движения. Итак, у нас есть собака, которая перепрыгивает через собор. Через будет over. Мышка, которая прибегает между дверью и стеной. Это будет between. Бегемотик, который прыгает в озеро. Это будет into. Обезьянка, которая крапается вверх по дереву. Это будет up. Паучок спускается вниз. Вниз будет down. И птичка вылетает из окна, из какого-то помещения. Это будет out of. Из. Откуда-то. Over, between, into, up, down, out of. Можете поставить единую паузу и подписать себе эти слова с переводом. Они нам понадобятся для выполнения следующих упражнений. Если вы уже готовы, дайте сами потренируемся их использовать. Итак, представьте, что вы организуете соревнования для детей. У вас есть полоса препятствий. И ваша задача дать четкую инструкцию детям, как и что им нужно выполнять. У вас уже есть некоторые предложения, но в них не хватает предлогов направления движения. Ваша задача поставить видео на паузу и дописать правильно все предложения. Справились? Давайте с вами проверим. Jump into the swimming pool. Climb over the wall. Если вы написали up, тут будет не совсем правильно. Up, climb up. Вы поднимитесь только наверх стены, но вам при этом еще нужно с нее спуститься. поэтому здесь будет over. Climb over the wall. Don't go into the shop. Run between the tree and the wall. Climb up the tree. Надеюсь, что у вас получилось. Можете поставить видео на паузу и проверить себя. Если вы уже справились, давайте с вами пойдем дальше. Тут вам нужно будет выбрать один из двух вариантов. Справились? Давайте с вами проверим. Climb out of the window. Вылезти из окна. Walk between the two houses. Пройти между двух домов. Sit under the tree. Сидеть под деревом. Fly over the houses. Прилететь над домами. Сверьте, так ли у вас было. Если так, замечательно. Мы с вами можем пойти дальше. Также с вами последний раз уже отработаем предлоги направления движения. У вас есть котик. Нужно написать предложение, где котик находится и куда направляется. Первый давайте с вами прочитаем. The cat is going up the tree. The cat is going down the tree. The cat is going over the wall. The cat is going between two trees. The cat is going out of the window. Надеюсь, что у вас получилось. Можете поставить видео на паузу и проверить себя. Следующее задание у вас будет немножко забавное. Итак, есть ли у вас какие-то запреты дома? Запрещает ли вам что-то мама? Допустим, мне мама запрещала есть в комнате. А особенно есть в кровати. Но у нас будет инструкция how to break mom's rule. Как нарушить это правило. Посмотрите внимательно на картинке. Ваша задача составить план. От самого начала до самого конца. Что же нужно сделать для того, чтобы покушать благополучно в вашей кровати? Можете поставить видео на паузу и пронумеровать для себя в уме, какая картинка за какой пойдет. Справились? Давайте с вами проверим. Прежде всего нужно спуститься вниз, down. Затем открыть дверь в кухню. Открыть холодильник. Достать туда вкусный шоколадный пирог. Подняться с этим шоколадным пирогом вверх. И покушать его в кровати. Теперь давайте все это с вами запишем. У вас есть начало предложения, начало глаголов. Go, open, open, get, come, eat. Теперь ваша задача соотнести начало предложения с его концом. И записать такую небольшую инструкцию. Справились? Давайте с вами проверим. Прежде всего нам нужно go down to the kitchen. Спуститься на кухню. Then we should open the kitchen door. Открыть дверь на кухне. Open the fridge. Открыть холодильник. Get the big chocolate cake. Взять большой шоколадный тортик. Come up to the bedroom again. Вернуться снова в спальню. Eat the cake. И наконец-таки скушать этот торт. Проверьте, так ли у вас? Если так, замечательно. И теперь давайте с вами немножечко отдохнем и попоем песню. Итак, что же у нас будет эта песенка? У нас повторяются слова. Put your up или out. Давайте с вами разберемся. Put your left hand up. Поднимите вашу левую руку. Put your right hand up. Поднимите вашу правую руку. Put your left leg out. Отведите в сторону вашу левую ногу. Put your right leg out. Отведите в сторону вашу правую ногу. Следующие слова, которые у нас повторяются, это wave, wave и shake, shake. Можете посмотреть, что для рук у нас будет wave, wave. Это помашите. Shake, shake для ног. Это будет у вас потрясите. То есть вам нужно будет поднять сначала левую руку, потом правую руку и помахать. И затем поднять вашу левую ногу, правую ногу и потрясти. Теперь давайте с вами посмотрим на припев, про что же у нас здесь говорится. Wave your left hand. Wave your right hand. Shake your left leg. Shake your right leg. Помашите вашей левой рукой, помашите вашей правой рукой. Потрясите вашей левой ногой. Потрясите вашей правой ногой. Вот такая песенка. Можете пропеть ее и выполнить данные действия. Потрясите вашей левой рукой. Shake your left leg. Shake your right leg. Shake your left leg. И на сегодня у нас с вами все. Мы с вами прошли предлоги направления движения. Посмотрели, как мы их будем использовать в речи и немножечко попели и подвигались. That's all for today. Thank you for your attention. Goodbye. Bye.